Наша программа продолжается у микрофона Ирины Кленской, в гостях Александр Васькин, известный писатель, историк Москвы, лауреат многих литературных серьезных премий. Его новая книга, которая называется «Повседневная жизнь Большого театра» от Фёдора Шаляпина «Дома и Аплесевской», помогает нам уточнить некоторые детали судьбы, которые мы очень заинтересовались. Марк Рейзен – роскошный человек, роскошный певец. Но как вот правильно, Саша, вы задали вопрос, как получилось, что совершенно простые люди, обыкновенные, вдруг достигают таких высот? Ну, конечно, дар Бога, голос, но всё-таки. И без протекции, я хочу сказать, как говорили в советское время, без волосатой руки, такое было выражение, и без блата. Родился он в Донбассе, отец его грузил уголь, такая трудовая семья. Поскольку возраст его соответствовал начавшимся событиям печальным в мире, то его забрали на Первую мировую войну. Заслужил он два Георгиевских креста, храбрый человек, такой гранадёрского роста был, можешь себе представить. Что себе? Метр два. Метр, да. Для пули он был заметен, но он был ранен, да, ранен. Потом он поступает в 1917 году в Харьковскую консерваторию и учится там у знаменитого профессора Бугамелли, который, в общем-то, и ставит ему голос, хотя голос у него был, наверное, от природы. И наступает момент в жизни каждого певца, когда ему говорят, добрые люди, знаешь, что пора тебе не в военной академии учиться, а пора тебе в консерваторию. В жизни каждого певца находится такой мудрый человек. Который почувствовал. Да, что надо менять профессию. И впервые Марк Осипович выходит на сцену в Харьковской опере и поёт, он получает известность. Его приглашают уже в Ленинград в 1925 году. Начинаются гастроли по Европе. Тогда ещё можно было спокойно выехать. Ещё не было такого железного занавеса, да, ещё не было периода массовых репрессий, когда люди боялись просто выезжать, потому что можно было обвинить в связях там со шпионами, бог знает с кем. Да во всём. Да, и потом действительно так и произошло. Но, слава богу, Рызина это не коснулась. Где побывал Марк Осипович? Он выступал в театре Германии, Франции, Англии. И к нему начинает проявлять интерес русская эмиграция. Очень много их ходит на концерты. И приходит в 1929 году в Париже в Гранд-Опера Сергей Васильевич Рахманинов. И они беседуют, и композитор интересуется. А что, разве большевики не все театры закрыли? Нет, говорит Марк Осипович. И не только один остался, а вообще Рахманинов удивляется. Надо же, он рассчитывал совсем на другое. Ну, мы знаем, в какой ситуации он покинул, великий композитор. Там же сожгли всё это. Усадьбу. И садьбу, и рояль. Всё, что он таким трудом создавал. Своим причём. Да, и всё там для них делал, для этих крестьян. Вмиг, всё ещё вмиг сожгли, что ещё раз говорит, что сколько волка не корми, всё равно в лес смотрит. И полюбить друг друга сложно. Безусловно, безусловно. И Рейзен порадовал Рахманинова. Сказал, что ещё и открываются новые театры. Потому что вот он из себя привёл в пример, что он молодой певец. Да, вот видите, я выехал за границу. И всё ему было интересно, Сергею Васильевичу, как там в Мариинском театре, где Рейзен поёт. Долго был в Париже Марк Осипович и соскучился по русской кухне. И пошёл он в ресторан «Максим», известнейший там, где русская эмиграция. Обедала, ужинала. И услышал там Надежду Плевицкую и Александра Вертинского. И вообще как-то он стал для них не то, что своим, но вот это время короткое было. Возможности выезжать. Всё-таки вот это разрешение советской власти выезжать, оно всегда сразу давало быстрые плоды. Понимаете? Потому что если бы они ещё дали возможность выехать, тогда бы все туда выехали, да ещё бы остались. Мы помним, как относились к тем, кто остался. Это вот Фёдор Иванович Шаляпин, его подвергли унизительной травле вообще в Советском Союзе. А что он сделал? Он дал концерт в пользу детей. Белых офицеров. И уже этот Маяковский, понимаете... Который всегда выступал. Всегда, да. По любому поводу. Таких хватало всё время выступить. И тоже, почему Маяковский? Какое ему дело до Шаляпина, да? Что решить его звание народного артиста республики, там выступает за рублики и так далее, и так далее. Какое твоё дело? Какое, правда? А ты не за рублики выступал. Да. И сам в Америку поехал. Вот таких у нас глашатая всегда, к сожалению, хватало. Кто вот норовит подхватить. И главное, старается очень. Быть первым. Старается. И это видно, правда. Выслуживается. Вот у нас много, много во все времена таких. Сидел бы человек и молчал. Как говорят? Помолчи, за умного сойдёшь. Потом же стыдно будет, правда? Стыдно не будет, Саш. Вот что печально. Ну, и родственники начнут оправдывать, как сейчас вот мода тоже такая. Вот появляются какие-то родственники дальние и близкие, и начинают оправдывать. Дети-внуки-правнуки, да. Устанавливают доски, памятники, потом выясняется, что, боже ты мой, как всё забывается быстро. Быстро. Марк Осипович поёт не только в Париже, но и в Лондоне. Он даже записывает пластинку с оркестром Альберта Коутса. И здесь встречается он с Анной Павловой, которая уже живёт за границей давно. И она плачет, потому что вспоминает балерин Мариинского театра, с которыми она танцевала. Рассказывает Марк Осипович про Уланова, про Семёнова. Они тоже ленинградки, петербурженки. Пока ещё они там, как и он, в Мариинке. Потом уже их всех переведут. В Москву. Против их воли. И приезжает Марк Осипович в Монте-Карло. Знаменитый театр там есть, потому что Монте-Карло – это казино. Но не только казино. Это ещё и рулетка. Играет. Да, играет. Такая традиция. А в Монте-Карло он поёт Мефистофеля на итальянском языке. Кстати говоря, Шаляпин тоже пел, Фёдор Иванович. Мы будем вспоминать их вместе всегда. Но там он проигрывал огромные деньги. То есть азартный был человек. Шаляпин, да. Рейзен нет, у него их не было. Не было, да. Шаляпин был самым дорогим певцом. Он, конечно, там и 300 тысяч проиграл. Его не могли остановить. Вот эта вот его сторона жизни, она нам малоизвестна. Я когда книжку писал, я задумался. А в чём дело? Фёдор Ивановичу платили 50 тысяч в год. Это огромное. 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 Даже когда он стал в Большом театре петь, 10 тысяч, 12 в год. Где деньги? Никто не зарабатывал так. Да. Он назначал цену, ему платили. Куда всё делось? Ну, хорошо, квартира в Петербурге. Ну, домик в Новинском. В деревне. Там они деревянные с Коровиным. Да. Не весь какой дом на Новинском бульваре. Ну, прямо скажем. Ну, скромно. Не английский клуб, правда? Вот туда денежки-то и делись. И жена ему, Тарнаги, говорила. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Спускаешь всё в этом самом казино. Это была его страсть, к сожалению. И болезнь, конечно. И болезнь, да. И однажды ему директор казино сказал Монте-Карло, что вы напрасно пытаетесь выиграть. У нас столько, сколько проигрывают, никогда не выигрывают. И вот так он остановился. Ему можно было памятник поставить и написать. Мы живём за счёт Шаляпина. Понимаете? Вот такая история. Ну, Марко Испович, он учёл опыт предшественника. И уже немножко поиграл. Отошёл. Отошёл. И здесь возникает Соломон Юрок. Мы как-то Юрок, Юрок. На самом деле он Юрок. Юрок, Юрок, Юрок. Ловкий человек. Да. Это такие российские подданные. Иногда думаешь, боже, что ему он и в 25-м. Он и в 75-м. Это импресарио, который вывозил всех советских. Не иссякающий какой-то он. Да, вот. Просто. Его без возраста человек. И Анну Павлова вывозил. И Зыкину вывозил. И Вишневскую. И Вишневскую. И ансамбль «Берёзка». И Плесецкую. И Плесецкую. И Плесецкую. И Плесецкую и с Фурцевой был в прекрасных отношениях. Такие люди есть. Не горячитесь, не горячитесь. И что бы с ним стало, правда, да? Он очень много прожил, много лет. И он ему говорит. Соломон Юрок, Марку Рейсон. А в Америку вы не хотите? Турне давайте я организую. Очень неплохо заработаете. Ну и в бюджет своей страны принесёте денежки в казну. Я сделаю вам отличную рекламу. Вот у меня есть люди, у меня есть возможности. Газеты будут освещать ваше выступление. В общем, мы сделаем из вас мировую величину. Вы будете не вторым Шаляпиным, а первым Рейсоном. Ну, Марк Осипович, человек дисциплинированный. У него даже мысли не возникает остаться, кстати, за границей. Возвращается он на свою советскую родину в 30-м году. И уже он предвкушает, что сейчас вот он здесь. Так как Шаляпин, так же, когда его выпустили в Ревель. Он думал, я вот сейчас вернусь. Но, правда, Шаляпин уже задумал бежать. Он понял, что всё, он уже второй раз не сможет. Пьяный воздух свободы сыграл с Плейшнером злую шутку. И он уже задумал, что второй раз он останется. Слушай, ему поверили тогда, что он же вернулся. Вот Рейзона и не выпустили уже потом. Опасно было. Он опять поедет в Америку и там останется. Уже начиналось время-то какое. 30-й год, уже процессы пошли. И промпартии, и спецов, так называемых, стали брать. То есть, представляете, как было просто. Всё, не поедешь ты никуда. И вот вам гражданские свободы. Нет, конечно, было хорошо там и весело, как там. Хорошо, и как Лидия Девкумач. Кому-то там хорошо стало жить. Но я не поверю, что так было хорошо. Человек неволен выбирать. Да нет, и постановлений много было разных. Мы всё позабыли сейчас. Позабыли так, что вообще просто... Вот я сейчас пишу книжку советских писателей. Вот был такой Анатолий Сафронов. Долго руководил журналом «Огонёк». 50-го, там, лохматого года, пока его не выперли. 30 лет. Журнал был красивый. Помните, всё, кроссворд там был. Да-да, и фотографии картины. Леонида Ильича там на обложке. Такой был интересный, да, журнал. Как бы он хотел тягаться с американским «Таймсом». Помните, «Человек-году» надо являть. Ну да, вот Сафронов и Сафронов. Такой вроде бы, да, литературный генерал. Но тут нельзя забывать, что после войны он был одним из организаторов вот этой компании «Гнусной» по борьбе с критиками космополитами. Когда они их всех поувольняли, превратили их в рабов. Сейчас этой темой занимаюсь. Литературные рабы в Советском Союзе. Они были неграми. Оказывается, литературный негр – это распространённое было явление. Ну, у них там, понятно, на Западе, там капитал правит власть. А у нас-то как? И вот вам Сафронов, который прострепух всё сочинял. Да-да-да, у него был этот роман. Началась борьба Сафронов, Суров. Вот они стали этих критиков гнобить. И они превратились в литературных негров. Для них же и писали, в частности, вот для Суров. И Сафронов очень негативную роль сыграл. Борьба с космополитами. В общем, он её возглавил, по сути, один из тех. Травился. Началось всё с того, что, дескать, критики специально его травят. Эти антипартийные они оказываются. И вот так и началось. То есть, фактически, речь шла, может быть, иногда о творческой неудаче. Зачем же всё в политическую плоскость переводить? Так я к чему сейчас это вспомнил? Вот сейчас в Брянской области гимн. Это песня Сафронова «Шумел в сурово брянский лес». Он стихист. Кстати, Рейзен исполнял эту песню, так что мы никуда не отошли. Доску памятную открыли в Ростове. Может быть, скоро и в Москве открыли. Понимаете, вот надо всё-таки помнить нашу историю. Это личность одиозная, я хочу сказать. И, может быть, не надо уж памятники ставить. Это хорошее, ничего там... Ну, на любителей. Он написал пьесу, он замучился у театра Вахтангова. Трепуха, стрепуха замужем, стрепуха бабушцем. Четыре стрепухи. И они, говорят, замолились просто. Уже остановились. Мы не можем уже это играть. Толя, остановились. Ульянов, Яковлев. Вот вам истории. Надо всё-таки вспоминать, чтобы как в Америке не получилось, когда этих сейчас генералов всех памятники сносят через столе. Тоже с людьми что-то происходит. Что-то происходит. Историю мы плохо, конечно, знаем, быстро забываем. И не уважаем, не ценим. Вот это удивительно. И Марк Осипович, кстати, хорошо очень запомнил те времена. И уже в старости он говорил, что да, я боялся. Придут и заберут. Споёшь что-нибудь не то. В общем-то, так и началась его карьера в Большом театре. С этого эпизода он не смог ничего сделать, потому что ему сказали, вы будете петь в Большом театре. Честь для вас огромная. И как быть? Он вроде как отказывается. Ну а кто предложил? Предложил вождь и учитель человечества, товарищ Сталин. Дело в том, что Марк Осипович приезжал в Большой театр петь в Мефистофеле на поезде, который шёл ночью. Ну, та же Красная Стрела. Он садится вечером. Утром он уже на вокзале ленинградском. Ну, сегодня спектакль. А вечером он опять домой едет в Ленинград. А ему прекрасно петь в Мариинском театре. Почему они все не хотели переезжать в Москву? Вроде поближе к власти. Тебе тоже было опасно. Конечно. Мариинка всё-таки театр с огромными традициями. Всё-таки это театр столичный долгое время был. А Большой театр, он был на задворках. В следствии того, что и Москва там захерела уже, как бывшая столица. Это правда. Владимир Аркадьевич Теликовский, директор императорских театров, много об этом пишет. Что не хотели ехать даже в царское время в Москву выступать. Как падёнщина такая, да? Перед царём. Когда нужно ехать, это всё равно что на халтуру. Ехать из Мариинки в Большой. Москва не была столицей 200 лет к тому времени. Пётр перенёс, да? И в 18-м большевики... Вернули. Вернули. За эти годы очень многое изменилось. И Большой театр он отнюдь не был главным театром империи. Вот вследствие этого, в том числе, и не хотел Рейзен переезжать. И по этой же причине Атлантов Владимир Андреевич мы делали о нём. Программу. Тоже, хотя тогда уже Ленинград не был столицей там давно уже. Но вот удивительно, удивительно, что не хотят Мариинку покидать. Удобно, комфортно, интеллигентно. Никакие посулы не помогают. И Рейзен, которого Сталин пригласил к себе в ложу, непосредственно это было в Антракте. Это была осень 1930 года. И он ему говорит. Кстати, да, я сейчас скажу, где находилась ложа. Это не центральная царская ложа. А Сталин всегда сидел в боковой левой ложе, потому что центральный он был виден всем. Могли застрелить. Могли, да. Урагов-шпионов сколько было их. Мало ли что там в голову. А может артист какой пульнёт со сцены. Он так сидел, его не видели даже артисты. Немножко в глубине, его не было видно никогда. Но, конечно, знали, что он в театре. Потому что окружали охраной тройным четверным кольцом. В этот день только с паспортом можно было прийти в театр. И пропускная система была серьёзная. И вот к Рейзену подходит человек в военной форме и говорит, что вас ждут в ложе. И он в костюме Мефистофеля приходит туда и видит товарища Сталина. Тот улыбается, хвалит его и говорит, как хорошо вы исполнили партию вот этого чёрта с рогами. Понимаете, Мефистофель. Это я уже от себя приписал. Товарищ Рейсон, а почему вы поёте в Ленинграде, а не в Москве, в Большом театре Союза СССР? Такой вопрос простой. Рейсон говорит, я оторопел, потерял дар речи. Я не мог ничего объяснить толком, рассказывал уже позднее Марк Осипович. Конечно, когда вот перед вождём, правда, даже сказать ничего нет. Уже спасибо за то, что позволили подойти к нему. Это большая редкость. Кого попало, не пустят. Мало ли что там у него в костюме Марка Осиповича. Он ещё и высокий такой. А Сталин-то маленький? Да, он ему, наверное, по грудь был, я думаю. А Марк Осипович молчит. Ну а что, молчание, наверное, знак согласия. Я так и помню, было истолковано. Ну вот, Марк Осипович. Он ему говорил, Марк Иосифович. С завтрашнего дня вы артист не Мариинского, а Большого театра. Вы меня поняли? Сказал товарищ Сталин. Конечно, поняли. Чего тут не понять-то? Вот именно. И Рейсон говорит, что от такого неожиданного и категорического предложения я ещё больше растерялся. И только он что-то такое сказал, что да, но у меня же семья в Ленинграде. Товарищ Сталин, жена, дочь, квартира. Сталин встаёт и почти на ходу, полковник рядом. Он говорит, так, чтобы завтра была квартира для артиста Рейзена. Вы меня поняли? Опять он говорит ему, полковнику. Ну, все поняли, всё понятно. Рейзен пошёл там дальше. Петь надо было. Немножко задержали, наверное. Антракт. Марк Осипович, конечно, по-разному эту историю вспоминал, но суть такова. Жил Марк Осипович, когда приезжал в Москву, в Национале, как и все они. Это была лучшая гостиница ещё царского времени, в люксе. Утром звонит этот полковник и предлагает поехать посмотреть будущую квартиру. Марк Осипович не запомнил, где они ездили. Долго они ездили, долго, несколько смотрели квартир и, в конце концов, ему даже особняк предлагали. Но он выбрал всё-таки поскромнее квартиру. Три большие комнаты, две лоджии, кухня. Там же мебель стоит. И не квартира, а сказка. И Рейзен говорит, я, конечно, не поверил своим глазам. Ну, что же, полковник говорит, это всё ваше. Ну, Рейзен говорит, я не могу такой подарок принять. Полковник говорит, так сказал Иосиф Виссарионович. Ну, и всё. И вернулся в Ленинград, рассказал семье о сказочной квартире. Распродали они там свою мебель, не ахти какую, сдали квартиру Ленсовету и поехали в Москву. И вот самое интересное, что когда они открыли эту дверь в новую квартиру, она была пуста. И, как говорил Рейзен, надул меня Иосиф Виссарионович. Хорошо ещё, что не посадил. Вот такая вот такая история. А в это время, конечно, все в Москве об этом говорят. Рейзен, Рейзен будет петь в Москве. Мне вот очень интересно было почитать, что москвичи об этом говорят. И в дневниках Михаила Пришвина, я эту цитату привожу в книжке, 31 января 1932 года я нашёл очень интересно. Вот что пишет Михаил Михайлович Пришвин. Бас-баритон Рейзен редко поёт в Москве. Вождь позвал его в ложу. Почему редко поёшь в Москве? Квартиры нет, отвечает Рейзен. Тебе что, в 12 комнат надо? Ну, довольно трёх. Это вот разговор, это Пришвин записал. Ночью звонят Рейзену. Будет. Приглашают квартиру смотреть. Оказалось, квартира в 6 комнат с мебелью. И всё сделано с такой поспешностью, что в одном из шкафов выселенный буржуй прюки забыл. Представляете, как Пришвин, человек с юмором, конечно. Да, смешно пишет Пришвин. Наверное, буржуи-то к стенке и поставили, я так понимаю. Может, инженер какой бывший, знаете. Вот с одной стороны рассказ Рейзена, с другой реакция общественности. Очень интересно, согласитесь, как передает жизнь. И атмосферу времени. Но страшновато, согласитесь. Да, особенно про брюки, чьи-то брюки там были. Сам Пришвин интересный дневники, многотомные дневники оставил. Они изданы. О жизни там много, он чего интересного пишет. Хочу обратить внимание, что он ведь так и не стал лауреатом сталинской премии. Потому что вроде бы он ничего такого не писал плохого. Рейзен 3 премии получил, но он не писатель. А Пришвин сумел, я думаю, тоже сохраниться. И это чудо уже было. Да, вот он вроде как и со всеми, но... Один. Один. Но дневники довольно беспощадные. И довольно страшные, если читать. Они очень интересные. Там используется стиль. Он не называет как бы своими именами всё. Но понятно, о чём он пишет. Уже это подвиг. Наверняка же как бы дневники эти проверяли. Всё же прослушивали. Прослушивали, да ещё как. Тот же Рейзен говорил, что прослушивали всегда. Что ты скажешь? О ком-то, о чём-то. Нельзя было сказать лишнего слова. Вот настолько за ними следили. Наградили, допустим, орденом. Сразу докладная идёт из НКВД. О реакции артистов Большого театра на награждение. Ну, чего тут скажешь? Благодарность. Но некоторые же себе позволяли лишнее. Один там сказал, что почему мне дали орден, всего знак почёта. Другая опять тоже возмутилась. Я читал эти интереснейшие выдержки. Довольно чтение такое, Саш, непростое. Непростое, и люди раскрываются по-другому. Один пишет, известный, по-моему, даже Мелик Пашаев, что ладно, дали мне там какой-то орден, не пойми какой. Зато вот другому дирижёру дали ещё хуже. И вот это радует их, понимаете? И это их радует, потому что все мои люди, понятно, что иногда радуют не то, что там у нас, а что корова сдохла у соседа. Это же главная наша радость. Поэтому, безусловно, эта история с Рейзеном, она очень показательна. Это счастье, что Марк Осипович прожил много лет, что он сумел написать мемуары. Не испачкаться сумел, Саш, всё-таки мемуары. У него есть книжка в двух изданиях вышла. И вот второе издание мемуаров Рейзена, вот оно эту историю содержит. А первое нет, хотя первое вышло в каком-то там 81-м году. То есть тогда нельзя было даже писать. А тут 86-й, вроде как перестройка там, это можно. А чего, казалось бы, он войну и тайну, что ли, открыл? Чего особенно? Цензура. Эту же историю он рассказывал врачу Кремлёвской больницы, Мошенцевой, Прасковье Николаевне. В 90-е годы стали появляться воспоминания, вот Мошенцева, книжка даже вышла. Она там много чего понаписала про этих больных. Потом опровержение давали. Что только она не писала там. Я ещё поразился настолько откровенно, она, значит, про Рейзена, что она его спасла фактически от смерти. Потому что он уже тогда был трижды лауреат Сталинской премии. Его привезли с импендицитом. И сделали ему операцию. И вроде как успешно. На улице Грановского тогда ещё, на Романовом переулке больничка была. Ну и чтобы удобно там всё было из Кремля сразу. И вдруг она слышит, медсестра кричит, с товарищем Рейзеном плохо, скорее там какое-то осложнение после операции. Ну и она побежала, у него температура поднялась, осложнения возникли. В общем, спасла она Марка Осиповича для Родины, для Большого театра, для товарища Сталина. Очень был благодарен Прасковью Николаевне. Они подружились. Я вот пишу в этой книжке, она ему подарила жизнь, а он ей пластинку с оперой Борис Годунов, где он поёт Бориса Годунова. И пригласил её в свою квартиру в Брюсовом переулке. С женой познакомил Раширию Анатольевну. Она накормила пирогом вкусным, творожным. И было фирменное блюдо супруги Марка Осиповича. И он даже спел для них. И даже спел. Хорошо. Я напомню, что в гостях у нас сегодня Александр Васькин, известный писатель, автор книг о Москве. Лауреат многих очень серьёзных литературных премий. И сегодня новая книга Александра Васькина «Повседневная жизнь Большого театра» от Фёдора Шаляпина до Мая Плесецкой помогает нам узнать подробнее жизнь Большого театра и жизнь его обитателей. Оставайтесь с нами. Мы вернёмся. Сейчас поёт Марк Рейзен. На земле весь род людской Чтит один кумир священный Он царит на всей вселенной Тот кумир телец золотой В умилении сердечно Прославляя истукан Люди разных каст и стран Пляшут круги бесконечно Окружая Пьедестал Окружая Пьедестал Затана там правит бал Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...